приветствую друзья с вами снова чигравы привет друзья с вами снова чигравы я хочу вас сегодня познакомить с одним из самых необычных невостребованных и неизвестных капканов гуманных так называемых самолов типа кулемка предлагаю небольшой обзор и разглядеть его крупным планом посмотреть на его плюсы и минусы капкан самолов березовского производителя suaz о котором многие охотники либо не знают не видели как он ловит сомневаются в его работоспособности и эффективности но я вам скажу следующее этот капкан имеет больше плюсов чем минусов первый плюс его эффективность что он вам напоминает мне он напоминает карта ловку карта ловку с насторожкой по типу мышеловки если это видео смотрит сейчас конструктор этого капкана яшин владимир андреевич пусть на меня не обижается но это вот у меня такие ассоциации ничего плохого об этом капкане я не могу сказать только положительные эмоции это мой первый гуманный капкан которым я начал ловить куницу и начал ловить ее достаточно удачно успешно система как у мышеловки она изобретена не сегодня не вчера и не позавчера она известна уже десятилетия работает эффективно и не подводит пружина очень мощного капкана три витка сталь 5 миллиметров и усилия пружины достаточно чтобы 2 зверя усыпить буквально в течение нескольких минут я думаю что он живет в капкане но не больше двух-трех минут а может быть даже меньше как я это сужу когда куница у меня выпадала в капкан я смотрел сколько она оставляла следов на дереве когда она билась конвульсиях перед тем как уснула вот этих следов на царапах так скажем было совсем немного это говорит о том что зверь умертвляется моментально в этом капкане итак он уловистый это доказано я в нем поймал не одну куницу второй вес в его вес всего 350 грамм самый легкий кп капкан весит около 400 грамм далее его плюсы цена один такой капкан гуманный стоит 150 рублей то есть половина стоимость капкана кп на те же деньги что мы покупаем кп можно купить два таких капкана соответственно например если вы купите 10 капканов кп на эти же деньги вы можете взять 20 таких капканов кулемок и охватить площади в два раза больше учитывая что этот капкан работает также эффективно как и кп может даже в чем-то более эффективное сейчас я об этом скажу то есть у вас получается два раза больше возможности за те же деньги у вас получается в два раза больше вероятности поймать зверя за те же деньги итак смотрим в отличие от кп как видит приманку вот здесь приманка висит где мои два пальца висит приманка как видите зверь не встречает никаких преград на пути у кп здесь висят усики и чтобы зверю пройти к приманке ему нужно как-то пролезть и сквозь эти усики а усики пахнут металлом а усики пахнут человеком и зверь их иногда боится и если вы посмотрите видео других охотников есть видео где зверь подходил кп постоял потоптался понюхал и ушел с кулемкой такого не происходит если зверь поднялся и дошел до кулемки он берет приманку и попадает не это проверенный факт если не верите можете попробовать на деле убедиться итак плюсы уловистость вес цена он стоит как тарелочный капкан весит как тарелочный капкан и ловит не хуже тарелочного капкана то есть это отличная альтернатива для перехода на гуманные капканы в принципе я это мой первый гуманный капкан на который я перешел с тарелочных капканов и не жалею но у него есть и минусы какие минусы непростая установка чтобы его установить нужно каким-то образом все время закреплять вот эту часть над площадью то есть над площадкой куда вы ставите нужно закреплять как то я решение нашел очень много вы можете посмотреть на моем канале разные виды где я показал различные варианты установки этого капкана вертикальная установка под веник горизонтальная установка под веник установка на наклонную жертв установка в 5 литровую бутылку я также могу вам в последующих видео показать установку этого капкана в домик на земле установку этого капкана в нору и установку этого капкана в ящик также по принципу qp кстати ящик его установить не так уж и сложно нужно всего лишь ящик перевернуть на бок чтобы прорезь была сверху чтобы был свободный ход для старожка до один еще из минусов этого капкана старожок его работает через верх то есть при сработке старожок выстреливает вверх поэтому сверху до должно быть свободное место для сработки этого капкана вот так капкан выглядит в растороженном состоянии то есть пружину его можно если пружина немножко ослабила ее можно разводить вот и на в этом случае немножко восстанавливается так давайте заведем его для того чтобы извести капкан и привести его в рабочее положение нужно боек совместить с рамкой заводим рамку в боёк и сжимаем пружину одной рукой сжимаем пружину другой рукой накидываем предохранительный крючок это удобнее делать таким образом все капкан заведем давайте еще посмотрим из чего он состоит то есть у капкана есть на видите немножко неправильно есть такой нюанс вот этот сторожок он должен быть снаружи если перезвести для этого нужно слегка ослабить освободить дорог и перевести сторожок наружу дальше опять мы сжимаем и накидываем крючок и так еще стоит этот капкан капкан состоит из рамки давка старожка и насторожки насторожки пружины и предохранительного крючка вот какие размеры в длину капкан от пружины до края рамки 25 сантиметров размер рамки на проход 15 на 12 сантиметров расстояние от входа в капкан до наживки 10 сантиметров примерно расстояние регулируется путем подгиба то есть можно загнуть на сторожку в ту или другую сторону и расстояние увеличить или сократить это это нужно в том случае если вы хотите как там отрегулировать чтобы капкан бил точно по шее куницы хотя я этим не заморачиваюсь также можно регулировать чуткость срабатывания на сторожке путем загиба загиба вот этого сторожка вот этого сторожка вверх или вниз соответственно чем вы его сильнее подгибаете вверх тем менее чуткая насторожка будет итак я покажу как он взводится сжимаем пружину и сторожок опускаем дальше одеваем насторожку насторожок все капан капкан в боевом положении давайте я накинул предохранительный крючок чтобы по пальцам не отыграла за счет уменьшения вот этой части меньше или больше мы делаем чувствительность сработки то есть чем ближе к краю тем более чувствительный капкан тем он действует на меньшее натяжение давайте еще пройдемся по его плюсом уловистость куницы и соболь его не боятся в проеме рамки зверь видит только приманку у него нет на пути ничего лишнего надежность принцип работы на сторожке как у мышеловки это проверенный десятилетиями механизм и он работает безотказно единственное условие нужно дать свободный ход для сторожка конструкция рамки давка позволяет усыпить зверя моментально вот видите здесь полукруг но за счет этого полукруга ставить капкан на ровную поверхность не так уж и удобно он качается да но за счет этого застегнута максимальная гарантия усыпления зверя в минимальное минимальное время если вы посмотрите видео других охотников у них иногда попадая звери в капкан кп не сразу засыпает он может там прожить еще не один день и дождаться охотника не очень красивое зрелище как раз вот эта вот часть полукруглая она сделана опять же из гуманных побуждений привлекательность этого капкана после введения запрета на много захват и не все охотники согласились отказаться от проверенных тарелочных капканов и во первых из-за цены из-за удобства их установки из-за легкости капканов так вот этот капкан кулемка он является альтернативой тарелочных капканов и в принципе его его возможности можно сравнить с теми же тарелочными капканами он такой же легкий такой же увистый и такой же недорогой то есть его цена цена равна цене тарелочного капкана но я сравнил например с уральца номер один. Да, цену на этот капкан вы можете посмотреть на сайте производителя. Ссылка ниже под этим видео. Также внизу я вам дам две ссылки, где указана стоимость тарелочного капкана Уралец-1 и стоимость этого капкана Куленки. Вы убедитесь, что их характеристики близкие. Несмотря на устрашающий для новичка вид капкана, этот капкан универсален. Его, как и заморский КП, а этот капкан изобретен на Урале уральским конструктором Яшином, Владимиром Андреевичем. Специально для наших российских охотников, учитывая их потребности. Это экономить на капканах, это небольшой вес и эффективность капкана. Итак, варианты установки этого капкана. Первый способ. Его можно установить вертикально под веник. Вверху я вам дам ссылку на мое видео, где я показал подробно как это сделать. Дальше. Его можно установить в 5-литровую бутылку. Это тоже вертикальный способ установки. Бутылка его защищает от осадков и от птичек. Третий вариант. Его можно установить под веник горизонтально. Дальше. Его можно установить в нору. Но единственное, нужно предусмотреть прорезь для старожка. Если вам интересна эта тема, вы хотите, чтобы я снял видео про установку его в нору, пожалуйста, напишите мне в сообщении. Дальше. Его можно установить... Четвертый вариант. Можно установить на земле, в шалашек. Или в домике снега. Для этого применяется отщеп. Это видео я также сниму и покажу, если вам это интересно. Его можно установить на наклонной жерде. Это видео я уже снял. Вы можете посмотреть его на моем канале. Капкан-кулемку можно установить в ящик, так же как и КП. Единственное, что ящик... Можно взять ящик от КП и перевернуть его прорези кверху. Или сделать такой же ящик с прорезью для хода старожка. Кулемка будет ловить надежно зверя и куницу, и соболя, и хорька, и норку. Любых из этих зверей в любом из вышеперечисленных способов. Так, ну и последний плюс. Может быть он не такой уж и важный. Если ваш капкан обнаружит посторонний в лесу, то маленькая очень вероятность, что его похитят. Такому чудовищу не каждый сможет найти применение в домашнем хозяйстве. Ну а если как бы его и своруют, учитывая его цену в 150 рублей, ну 2 доллара можно перевести на интернациональную валюту, не такая уж и дорогая пропажа в сравнении с тем же КП, который стоит в 2 раза больше этого капкана. Если вас заинтересовал такой капкан, задавайте под этим видео вопросы, напишите ваше мнение. Возможно, вы знаете этот капкан, пользуетесь им, и у вас есть какие-то результаты по работе с этим капканом. У вас уже сложилось какое-то мнение по этому капкану, и вы, возможно, знаете больше плюсов и минусов из тех, что перечислил я. Пожалуйста, напишите это под видео. Если вы хотите, чтобы я вам показывал новые способы установки этого капкана, результаты ловли зверя этим капканом, я прошу вас поставить палец кверху, палец кверху под этим видео. Тем самым вы меня мотивируете снимать новые интересные видео. Не забывайте подписываться на мой канал, С вами снова был Чегравый. Смотрите другие мои интересные видео на канале. До новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok